Это кадры оперативной съемки. Работает спецотряд «Гром». Преступник – мигрант из Средней Азии, в сумке которого больше полукилограмма героиновых шариков. Оперативную съемку выложили в сеть 20 августа, а спустя всего 5 дней – новое видео. Плантация конопли. 350 кустов массой почти 80 килограммов. Спустя еще пару недель – очередное преступление, и каждое удалось раскрыть благодаря четким и грамотным действиям подразделения по контролю за оборотом наркотиков системы МВД. Сегодня они отмечают свой профессиональный праздник и подводят промежуточные итоги. На территории Рязанской области правоохранительными органами пресечено 1097 наркопреступлений, 1070 из которых выявлено сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков у МВД России по Рязанской области. По сравнению с прошлым годом, показатели значительно увеличились. В полтора раза увеличилось количество раскрытых преступлений по фактам сбыта наркотических средств и психотропных веществ. На 130% возросло количество расследованных преступлений, совершенных в составе организованных групп и преступных сообществ. На треть увеличилось количество расследованных фактов организации и содержания наркопритонов. Из всех преступлений чуть меньше 500 связано с незаконным хранением, а почти 600 – со сбытом. Конечно же, не все задержания показывают публике, но те, которые все же удается заполучить, отличаются зрелищностью. То задержания на автовокзале, то целая плантация конопли уничтожают все изъятое, кстати, тоже зрелищно. Сегодня Рязанское управление по контролю за оборотом наркотиков у МВД России отмечает 30-летний юбилей. Отличившимся сотрудникам вручили ведомственные награды, среди которых медали, грамоты и благодарственные письма. Побывать на празднике так и не удалось, как и поговорить с сотрудниками. Все они – оперативники, которые работают на передовой. Валерий Седов, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Город.